Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о моих фаворитах. О фаворитах моих уходовой косметики, в декоративной косметике, книги и кино. И сериал, по-моему, там даже будет. Итак, у меня появилось после моего дня рождения несколько свесов по уходу. Ну, в апреле это было, сейчас уже июнь, поэтому я могу уже смело сказать вам о них, рассказать. Составила о них свое мнение. Надеюсь, вам будет интересно. Буду доставать из своей корзинки все подряд и по ходу рассказывать. Ну, это не уходовое средство, это так, наш такой дружок, сухой шампунь. Кларан. Вот такой вот сухой шампунь от Кларан с зеленой крышкой, по-моему, и так с крапивой. Обалденный, девочки, он обалденный. У меня такой маленький трюк есть. Я мою голову, и потом на второй день голова еще чистая, но я наношу этот шампунь все равно. Волосы становятся более такие, еще более чистые, вот прям до хруста, и дольше не пачкаются потом. То есть я с этим шампунем могу голову не мыть три дня, четыре даже вот так вот с натяжкой, если забирать в хвост смело. Поэтому вот если на лето, мне кажется, это вообще идеальный вариант. Он больше подойдет, наверное, для плондинок, потому что он такой, оставляет такой белый немножечко налет, который легко, ну, если вы близко очень его распыляете. Так, если, конечно, вы на расстоянии, он будет все нормально. То есть, да, это Oil Control, For Oil Hair, для жирных волос. Так что, кому нужно, я вот прям с радостью рекомендую, потому что, правда, очень классный продукт. Следующие две маски, эту я уже показывала, но она у меня уже прям практически заканчивается. Офигенная. Офигенная маска Filorga Mesa Mask. Вот такая вот маска. Посмотрите, сколько у меня уже там осталось. Ну, все, прям на донышке, мне кажется, это на два раза. Я раньше так что-то переживала, наносила ее там, держала 40 минут максимум. Тут я думаю, ну что, попробую ее сделать на ночь. И знаете, я нанесла ее на ночь, теперь только сплю с ней. Только вот я ее наношу на ночь где-то раз в две недели. Она достаточно, я не хочу сказать, агрессивная. То есть, если у вас есть какие-то покраснения, раздражения, лучше ее не делать. Но, если у вас все нормально с кожей, вы хотите просто ее немножко подтянуть, не побоюсь этого слова. Конечно, она не сделает вам вот вообще суперкруговую подтяжку. Но, тем не менее, если вы знаете, что вы ложитесь спать, и на следующий день вам нужно выглядеть просто вау. Очень, очень рекомендую. Мезо маска Filorga вот закончится, придется мне ее показывать опять. Хорошая, хорошая. Тоже смело могу рекомендовать марку Тача, японская марка Тача. По-моему, она еще в России не представлена, но, может быть, я ошибаюсь, должны завести. Мне кажется, в Сифору должны завести Тача. Это вот такая Violet Sea Radiance Mask. У нее совершенно дивный цвет, дивный запах. Вот такой вот цвет, ее нужно совершенно немного, у нее еще вот такая золотая лопаточка. Я ее наношу перед выходом. Если мы куда-то там идем, ну или если у меня просто плохое настроение такое дождливое, знаете, я хочу себя немножечко порадовать. Пошла, нанесла, смыла. Лицо после нее, цвет лица улучшается. Знаете, вот он такой становится румяный у вас лицо. Румянец появляется, такое вот оно более мягкое становится. Она ничего не разглаживает, ничего не подтягивает, не напитывает вашу кожу там, она не увлажняет сильно. Она именно выравнивает и улучшает цвет лица. Поэтому если вы бледненькая или там у вас просто очень плохое настроение, ну бывает у всех. Вот эта маска, она реально вот как антидепрессант на меня действует. Бесподобная Татча Violet C Radiance Mask. Прекрасная, прекрасная. И посмотрите, какой цвет. Еще раз покажу. Когда вы ее наносите, она тоже такая вся фиолетовая. Такая сразу игривое настроение получается. Так, теперь по тому, что у меня появилось после моего дня рождения. Что мне подарили? Мне подарили два продукта от американской марки Cat Burke. Вот так вот пишется, Cat Burke. Это Body Butter. Масло для тела. Ой, девчонки, посмотрите. Это что-то. Во-первых, запах. Запах какой-то вот, знаете, супер натуральный. Розовых, разломленных стеблей, растертых розовых листьев, шипов. Не побоюсь этого слова, потому что я долгое время работала флористом. Я знаю вообще, как пахнут все вот эти вот составляющие цветочные. И стебли, и шипы. Ну, что касается роз. Поэтому здесь этот аромат, он настолько крутой. Он очень крутой. Но еще более мне нравится, что он не остается надолго с вами. То есть вы можете его, этот Body Butter, нанести на себя. Через какое-то время он выветривается. Это большой как бы плюс, большой бенефис для вот этого Body Butter. Потому что я не люблю, когда крем для тела остается с вами на весь день, на всю ночь и так далее. Потому что я люблю использовать духи. Я люблю использовать духи, менять духи в течение дня. Если это будет сопровождаться ароматом одного и того же средств для тела, это будет отвлекать и, честно говоря, меня лично раздражать. Здесь этого не происходит. Это то, что касается запаха. Консистенция очень густая. То есть вам нужно совсем немного этого масла. Ну все, я уже вся вымазалась. Совсем немного надо этого масла, чтобы вообще все тело покрыть. Все вообще ноги, руки и даже хвост. Значит, вот. Вот я нанесла. Ну что сказать. Шикарное масло для тела. Масло-крем для тела. Он, знаете, он не жирный. Он хорошо впитывается. Он не липкий. Он не оставляет вот этой какой-то пленки. Знаете. Иногда бывают такие крема для тела. Вы ими мажетесь. Потом идете. И вот вы чувствуете вот его постоянно. Вы сядете на стул. Потом встанете. У вас там на сгибе ноги вот он вот соберется и останется. Бывает такое. Я знаю. Особенно, когда жарко. Особенно, когда тепло. У меня он появился, когда было еще у нас тепло. В апреле. Сегодня. Не сегодня. Вообще в этом году у нас очень такая затяжная, теплая погода. Поэтому, да, было достаточно тепло. Я начала его использовать, когда было тепло. Сейчас уже холодно. Он и на ту погоду работает прекрасно. И на эту. Поэтому вот, когда закончится, посмотрим, какие там финансы будут. Ну, скорее всего, придется его взять. Он классный. Прям вот, знаете. Я прям нюхаю. У меня каждый день, когда я вечером иду, я его на ночь наношу или утром. Ну, смотря по настроению, смотря сколько у меня свободного времени. И вот если утром, я вот знаю, я вот сейчас, у меня прям, знаете, настроение поднимается. Это вот немаловажно. Следующий продукт тоже будет от Catberg. Вот так вот он выглядит. Это эссенция, сыворотка. Такая вот густая, зеленая. Catberg. ПА, PPH, энзим, эссенс. Так. Catberg, она вообще сама доктор. Она доктор. И все вот эти ее продукты она сама придумала. Сама их approve. Сама их использует. И выглядит прекрасно. Все ее продукты содержат натуральные ингредиенты. И она использует холодный отжим. Метод холодного отжима. Что очень... Грязная какая-то банка. Что очень хорошо. Что очень хорошо. Знаете, я не медик. Но я почитала вот об этом конкретно продукте. Ну, только хвалебные отзывы. Знаете, с другой стороны, если бы я почитала бы перед тем, как покупать, я бы, наверное, не стала покупать. Потому что, когда столько хвалебных отзывов, как-то это всегда настораживает. Но здесь мне что нравится. Ее мало рекламируют. Они мало говорят блогер. А она... Инстаграм не такой, вы знаете, 100 миллионов тысяч подписчиков. Какая-то такая закрытая, сдержанная марка, но очень умная. Очень умная, с прекрасным составом. Что делает эта сыворотка-эссенция? Во-первых, опять запах. Запах у нее, конечно, грандиозный. Он пахнет, знаете, огурцами и овощами и такой свежестью. Великолепной свежестью. Вот так выглядит. Я вот сделала одно нажатие. Вообще, я делаю два нажатия. Использую ее утром и вечером. Вот так она выглядит. Она достаточно густая. Вы ее разносите вот так по всей руке, в данном случае, по всему лицу и на зону декольте. Так, все-все-все везде. Двух нажатий мне хватает на все лицо, на шею и чуть-чуть на декольте. Больше не надо. Больше не надо. Она моментально впитывается, не оставляет жирных следов, не оставляет пленки, не липкая. В общем, прекрасная-прекрасная. Она напитывает вашу кожу жидкостью. pH. Она нормализует объем жидкости в вашей коже. Если вы там недостаточно пьете, у вас обезвоживание или еще что-то. Она помогает просто восстановить вот этот вот водный баланс вашего лица. Так что нет, она очень крутая, очень крутая. Вот прям прекрасная. И вот смотрите, какой расход. Это с апреля месяца. 20 апреля у меня день рождения. Мне подруга подарила, и вот сколько я уже израсходовала. Пользуюсь ей почти каждый день, но иногда чередую с другим продуктом. Сейчас я вам его покажу. Другой продукт, с которым я чередую вот эту эссенцию. Это вот такая сыворотка от Филорга. Вот такая вот сыворотка. NSTF Reverse Matte. Это такая вот, по-моему, фишка. NSTF. Вот эта вот штука. Это у них запатентованный какой-то комплекс, который содержится во всех продуктах Филорга. Это такая... Ну, что тут напивка. Такой флюид, который разглаживает морщины и матирует ваше лицо. Хорошее средство. Мне оно нравится. У него немного неприятный запах. Точнее, как сказать. Когда я только начала им пользоваться, мне вообще запах не понравился. Я прям думаю, фу, какая гадость, как я буду им пользоваться. Но он потом пропадает. Пахнет, знаете... Ужасно так будет сказано, но так вот мне оно пахнет. Кошачий туалет. Вот у кого есть коты, кошки, вот эти вот лотки со специальным вот... Ну, кто что туда крошит. Вот эта вот жидкость. Не жидкость, а вот эти наполнители. Вот они вот пахнут вот так. Это плохо. Это плохо, но... Слушайте, вот так она пахнет, но она делает свое дело. Она очень прикольная. Вот такого она нежно-нежно розового цвета. Эти две сыворотки можно наносить как утром, так и вечером. Потом уже наносить свой какой-то крем. Очень такая воздушная, легкая. Моментально вообще наносится везде. Разносится по всему лицу опять шея, декольте. Два нажатия. Не четыре, а два. Два нажатия. Мне нравится. Ну, запах отвратительный, честно говоря. Запах вообще фу-фу-фу. После этих сывороток... А, и опять, если она вот... Да, если мы говорим о морщинах, там, о каких-то... Она не делает никаких чудес. Но она просто как-то немножечко ваше лицо... Улучшает его внешний вид. Ну вот если мы говорим о морщинах, я не знаю. У меня нет, конечно, таких ужасно, там, глубоких морщин пока еще. Ну, пока вот... Ну, не жалуюсь, но вот если вы ее купите именно для... Как средства против морщин, я не думаю, что это прям хорошее средство. И оно помогает именно от морщин. Сверху все это я закрепляю. У меня есть два крема. Первый крем это La Mer. Все еще он у меня есть. Это вообще он нескончаемый. Мне он уже, честно говоря, надоел. Это soft lotion. Легкий лосьон. И сейчас он даже работает лучше, чем работал летом. Потому что лето жарко. И он иногда давал такую пленку на лице. Он жирный очень был. Вот сейчас похолодало. И вот этой пленки нет. И он прям вот прекрасен. Прекрасен. Очень легкий. Такой обычный запах. Обычный запах. Ничего такого он не делает. Он просто вот прекрасный. Он просто прекрасный, легкий, базовый, я бы сказала, крем. Хороший. Хороший. Ну, будет возможность повторить. Наверное, я повторю. Наверное, я повторю и в этой же версии. Потому что другие версии я пробовала. Их классический крем La Mer. Крем de La Mer. Он для меня жирный. Вот этот вот лучше. То, что у меня кожа жирная, мне нужно что-то такое. Легче в текстуре. Или, если у нас нет La Mer, но у нас есть вот этот крем. Увлажняющий лосьон от CeraVie. Вот такой вот крем. Для нормальной сухой кожи. Там ничего такого. Без всяких вообще ингредиентов вредных, как здесь написано. Слушайте, он тут просто вот обычный крем. Обычный, приятный, мягкий и прекрасно работающий с другими вообще вот с этими вот двумя сыворотками. Я пришла тут к выводу, что реально у меня будут какие-то вот такие вот средства потяжелее. Знаете, ну хорошие сыворотки. Это важно. Тоник может быть, ну, бюджетный. Это как бы, да, тоник должен быть, но не обязательно он должен быть очень дорогим. Но сыворотки можно, да, можно вот прям хорошую-хорошую сыворотку себе взять. А крем какой-то вот просто простейший, ну, как в моем случае, вот этот вот CeraVie. Я покупала его в аптеках совершенно недорого и очень им довольна. А чередую его с Lamer и как бы, ну, знаете, разница есть только в их консистенции. Lamer более такой легкий, шелковистый, а этот более такой немножко глицериновый, если можно так сказать. Ну, это его не портит. Хороший, хороший крем. Вот сейчас у нас такая прохладная погода. Везде уже мы включаем обогревание, кондиционеры. И вот он работает хорошо, кожу не высушивает. Так, умывалка. Доктор Барбара Стурм. Вот такая вот умывалка. Она у нее одна в линейке. Шикарная. Я сначала, когда мне ее подарили, тоже это подарок на мне на день рождения в апреле, вот я смело хочу сказать, что она прекрасна. Мне ее подарили. Я первый раз ее использовала. Ну, пенка и пенка, знаете. Думаю, ну, пенка и пенка. У меня была вен пенка, у меня еще какие-то были пенки. Но это вот, это не просто пенка, ребят. Это вот что-то такое молекулярная косметика, как она пишет. Ну, классный. Он классный, он не сушит, он не стягивает, знаете. Даже когда вен я пользовалась, иногда вот бывают там вот шелушения, и ты вот моешься этими пенками, это только хуже делает. Здесь ничего. Все прекрасно, все волшебно, я бы сказала. Очень хорошо отмывает макияж, смывает макияж. Потом я прохожусь иногда, если я много накрашена, и сомневаюсь, смыла я макияж или нет, мицеллярной водой. Но в целом она прекрасна. Если вы немного краситесь, то подойдет. Доктор Барбара Стурм, гениально. Я хотела бы еще бы ее продукцию попробовать, но очень дорого. Очень дорого она у нас стоит. Даже я думала купить набор. Ой-ой-ой. Так, декоративная косметика. Тут такие, знаете, у меня фавориты, которые я... Они ни для кого не будут новостью. Я их показывала уже и в новинках, и в инстаграм о них говорила. Stick Foundation Westman Atelier. Сейчас покажу буквально, сколько у меня осталось. Вот. Вот сколько у меня осталось. Все. Закончится. Куплю себе еще один, но посветлеет он, потому что этот я покупала, когда была загорелая, и он уже мне, видите, темноват. Но все равно он очень хорошо распределяется по лицу. Он не сухой. Он не подчеркивает шелушения, недостатки какие-то. Не впадает, не забивается в поры, в морщинки. В общем, прекрасно. Когда я его только увидела в продаже, мне показались они очень сухие. Но нет. Даже если сравнивать вот с моим все еще самым любимым Шантекаль Фьючер Скин, вот этот вот крем на водной основе, он вообще нежнейший, он вот прям увлажняющий, он вообще как водичка, знаете. А я подумала, что это будет вообще очень сухой продукт. Но нет. Нет, девочка меня разбедила, и я очень ей благодарна. Так что Вестман Ателье прекрасный. Это вот прям фаворит. Румяна я чередую иногда. Не хочу сказать, что румяна вот у нее грандиозная, потому что так как это кремовая текстура, они не так долго держатся. То есть если я на работе, мне приходится их брать с собой. Ну, это не всегда удобно. А вот Вестман Ателье хайлайтер, вот он сейчас на мне, я обожаю. Ребята, я его просто обожаю. Он великолепный. Многие мне написали, что у Шанель вышел подобный хайлайтер. Не смотрела. Но у меня есть этот, мне как бы не нужно больше ничего. Он белый. Когда вы его наносите, кожа как будто бы просто влажная. Видите, вот я нанесла сюда. И когда вы ходите куда-то, когда вы накрасились, да, кажется, ой, ничего не видно, ничего не видно, что такое. А потом вы выходите куда-то в люди, там, ловитесь свое отражение в зеркало, и у вас просто вот такие вот, ну, мне кажется, очень хороший эффект. Очень такой нежный, не броский, не шиммерный, не золотистый, не розоватый. Вот эти вот все, знаете, хайлайтеры. А вот просто вот влажный эффект. Прекрасный. Мне очень нравится. И здесь у меня в фаворитах три помадки. Значит так, первая помадка это вот эта. Она сегодня на мне. Вот такая. Три нюды сразу хочу сказать. Это Rimmel номер 45 из коллекции, которая делала для них Kate Moss. Очень крутая помадка. Вот так она выглядит. Пахнет розочками. Это, конечно же, прекрасный бенефис. Вот такой у нее стик. И вот так она выглядит на губах. Мне она очень нравится. Очень нравится. Мне нравится ее текстура. Очень такая кремовая, приятная, насыщенная, бальзамная такая. Хорошая. Следующая помадка Shantekal. Shantekal в цвете Mirage. Вот так она выглядит. Вот так. Я в ней была в видео в предыдущем. Знаете, вот тут на стиле, ну вот как вот я делаю вот эти палитру, стики. Кажется, что они очень похожи, но на самом деле нет. Это более коричневая, а та более такая бежевая, наверное. Так, и следующая помада Our Glass. Вот в таком красивом кейсе. Знаете, я всегда, когда ее достаю, крашу столько вообще внимания. Это прикольно. Вот так вот он открывается. И вот тут наша помада. Цвет называется No One Nose. Вот так она выглядит. Тоже мне ее подарили на день рождения. Вот сколько у меня уже осталось. Ну, слушайте, такая она баловство, конечно. Мне кажется, цена завышенная, учитывая то, насколько мало здесь продукта. Но, тем не менее. Она из них из всех более розовая такая. Красота. Розово-коралловая, наверное. Вот самый нижний цвет. Вот такие помады. Это вот сейчас мои фавориты. Я сейчас люблю нут. И это прям самый-самый красивый нут у меня. Дальше. Расскажу вам немножко о фаворитах моих кино и книг. Я вот тут достала свой ноутбук. У меня здесь прямо в закладках. Я оставляю, чтобы ничего не забыть, чтобы потом вам рассказать, что я посмотрела, что мне очень понравилось. Фильм «Мы». Это вообще, ребята, это гениальный. Гениальный фильм. Очень страшный, очень впечатляющий. Этот фильм от режиссера, который снял фильм «Прочь». «Прочь» мне тоже очень понравился. Это вот триллер, когда там приезжает девушка с парнем. Не буду рассказывать. «Мы». Бесподобный. Бесподобный, если вы любите психологические триллеры, ужасы. Когда надо подумать, когда нужно просто свой мозг немножечко изнасиловать. Вам сюда. Я вот, знаете, я потом про него думала немножко, ну как, дня три и до сих пор вспоминаю о нем. Он меня напугал, серьезно напугал. Какие-то моменты, я прям даже просыпалась ночью, вспоминала. Мне было жутко. Он меня напугал. Не знаете, как можно напугать фильм «Вы бойтесь за своих близких, за своего ребенка» или еще что-то, если вот мы там смотрим какие-то фильмы. Он напугал меня в принципе глобально, что вот так вот человек, вот если дать ему стопроцентную свободу и выбор, и что может человек сделать. То есть я не буду вообще вам, давайте рассказывать о чем там. Качество съемки, операторская работа, это, знаете, она гипнотизирует. Этот фильм на меня сработал, как, знаете, NLP, как 25-й кадр. Он просто меня загипнотизировал. Я вот до сих пор вспоминаю некоторые моменты, и у меня аж мурашки. А саундтрек. Саундтрек тоже прекрасный, поэтому посмотрите, если вдруг не видели. Ну, страшно, страшно. Дальше. Такое уже, знаете, вообще не об этом. Сериал посмотрела я, «Полицейский с Рублевки». Смешно. Смешно. Милая. Сначала я категорически не хотела его смотреть. Мне казалось, что это такой глупый сериал. Первая серия как-то мне даже не очень понравилась. Я забыла о нём, а потом что-то так под настроением закрутилась. Посмотрела. Очень милый сериал. Неплохо. Дальше. Книги. Вот больше ничего такого, знаете, вот прям, что... Пересматривала фильмы с Мишель Пфайфер. Я её обожаю. «Белый олеандр». Если кто не видел, посмотрите. Хорошая. Книга, которую я прочитала. Недавно. Называется «Декоратор». Автор Тургрим Эгген. Тургрим Эгген. Интересная книга. Интересная книга с точки зрения даже, если вы любите интерьерный дизайн, как там всё это описывается от лица вот этого главного героя, декоратора. Он декоратор интерьеров, очень успешный, очень такой крутой, я бы даже сказала, со своим видением. Странный. Прочитайте. Прочитайте. Там он и его соседка очень такая полная женщина, очень крупная. И вот как вот у них были какие взаимоотношения от ненависти до любви. Странная книга. Такая немножко скуку. Но мне понравилась. Декоратор. Понимаете, если рассказывать сюжетную линию, мне кажется, это потом кому будет интересно читать. Мне кажется, никому. Никому не будет интересно. Дальше. Я очень люблю японских писателей. Я нашла тут книгу «Банана Есима», которая называется «Кухня». Там она вообще такая коротенькая книжка. Невозможно хорошая. Невозможно хорошая. Такую книжку вообще невозможно забыть. Японский, неторопливый язык. Неторопливое развитие сюжета. Какие-то вот такие, знаете, детали, к которым хочется вот вглядываться. Вот вы смотрите что-то, и вам хочется представить это, визуализировать. Вот настолько тонкая книга. Я, знаете, если бы я была бы режиссером, я бы сняла бы по ней, наверное, кино. Кино. Хорошее очень. Так. Кухня. Оно так и все. Тут у меня уже просто в закладках лежат книги, которые я хотела бы почитать дальше. Да? Все. Закрываю свой компьютер. И пока говорил вам о книге, я увидела тут, еще вам не рассказала про фаворитов. Лосьон. Лилаба. У нас он уже очень давно, с нового года. Летом как-то, вы знаете, не до него было, руки как-то мазать жарко, что-то все время бегаешь. Не до рук, а вот сейчас прям он пошел. Пошел, наконец-то. Вот так вот выглядит баночка. Лосьон, sweet almond и хиноки. Вот такая вот у него объем 250 миллилитров. Очень хороший объем. Одного нажатия хватает просто на все руки. Я даже вот сюда захожу до локтей мажу. Классный очень крем, но с очень ярким запахом. Муж мой вообще его не любит. Я его наношу вечером или утром. Но все равно потом садишься в машину и вот запах есть, запах есть. Он потом пропадает. Но если вам этот запах не понравится, вы не сможете этот крем использовать. Так что если захотите его там купить, обязательно нанесите, походите, понюхайте свои руки. Если вас все устроит, берите. Потому что как крем для рук он очень хороший. Он легкий, быстро впитывается, такой вот знаете, ну вот нанесли крем для рук и сразу можно что-то пойти и сделать. Можно хоть что угодно. Это хороший бенефис. Так, Иллис пошел шуршать в свой тубзик. На этом все. С вами была Аленка Блок. Пишите ваши фавориты. Пишите, какие у вас были фавориты кино или книги за последнее время. Или какие-то продукты. Всегда интересно вас читать. А, про ароматы фавориты были? Ну вот прям, чтобы такого запойного что-то, наверное, не было. Расскажу про ароматы в другой раз. Все, это уже полчаса. Все, всем пока. С вами была Аленка Блок. Чау-чау, пока. Субтитры сделал DimaTorzok